вот недавно смотрел жди меня люблю эту передачу и там был сюжет про мужчину который переехал в москву из рязани и стал бомжом ну у него спрашивает как ты стал бомжом и он такой ну я приехал из рязани в москву и на вокзале у меня украли паспорт с тех пор я бомжую и все такие да весомая причина да серьезно весомая если подумать неужели у этого человека настолько низкий порог вхождения в бомжи что для этого нужно было просто посеять паспорт вот в чем дело я однажды утопил паспорт когда купался в реке пьяный остался ли я жить в реке нет я просто сделал новый паспорт вот насколько просто это исправить выглядит так как будто он изначально и хотел стать бомжом потом у него украли паспорт и он такой идеально никто не будет задавать вопросы это очень тупая причина и наверняка есть люди которые придумывают еще более глупое оправдание своей бездомной жизни типа что как я стал бомжом но однажды я пошел выносить мусор и дверь захлопнулась ключи остались внутри недавно разговаривал со своей бабушкой это уже другая история уже не про бомжей мы в помещении были разговаривал со своей со своей бабушкой опять же это не спиритический сеанс она жива была все в порядке в общем я разговаривал со своей бабушкой в какой-то момент разговор она сказала саша я не понимаю почему вы молодежь не делаете рыцарских поступков для любимых когда я была молодая твой дед сделал для меня рыцарский поступок однажды он всю ночь простоял у меня под окнами и не уходил о как кого вот вот такой почему вы так не делаете я подумал может быть потому что это жутко дофига нет потому что может быть потому что это не нравится никому баб это пугает людей реально это пугает это не прикольно то что это нравится тебе это не нормально это надо лечить я понимаю недолго осталось но нельзя сидеть сложа руки нельзя мне как человеку вот что интересно где это грань где заканчивается рыцарство и начинается изнасилование где как отделить два этих явления просто представьте насколько это жутко вы просыпаетесь ночью попить водички так идете на кухню смотрите в окно а там мой дед стоит насколько это насколько это страшно вряд ли вряд ли вы в этот момент подумаете вау рыцарь круто скорее всего вы подумаете что валерий иванович долгополов директор 6 автобазы воронеже как вы же давно мертвы как вы вообще могли и самое странное откуда я знаю все эти факты про вас ах точно я же был на том выступлении где ваш внук выступал спасибо народ спасибо вы на самом деле вы очень добрый вы первый зал который после этой шутки аплодирует обычно люди такие чего блин что саш у меня возле дома у меня есть жилье у меня возле дома стоит огромный живой у меня возле возле вы же понимаете что это никуда не пойдет вам весело ребята у меня карьера рушится так вот в общем у меня возле дома стоит мусорный бак огромный там постоянно копошатся крысы ну в смысле животные я ничего ничего не имею против пенсионеров нужно нужно это есть залы для которых нужно это уточнить поверьте с разные залы нужно и в общем крысы копошатся и раньше они были стеснительные раньше я помню когда крысы я шел вечером домой крысы слышали человеческие шаги они замирали а сейчас они обнаглели понимаете они как будто бы когда слышат что я иду они как будто еще громче шуршать начинают типа провоцируют такие типа ой что ты нам сделаешь петушара что запрыгнешь на стул и завизжишь вот это так ты с нами справишься я боюсь что скоро крысы настолько хозяевами себя будет чувствовать что я однажды буду возвращаться домой вечером с работы посмотрю на мусорный бак а там крыса зажимает женщину вот так вот и такая чё ты смотришь иди куда шел и женщина такая потому что она немая спасибо большое народ в отличный зал